Спасите, помогите! Белорусы отдали мошенникам уже больше миллиона долларов. Как не пополнить чужие счета? Сообщить о звонке в милицию по телефону 102. Жуткие подробности следователи завершили расследование убийства трехлетней девочки в Бобруйске. Только у нас детали громкого дела. Маленькая неисправность, большое горе. На Кутузова горел частный дом. Повреждено некоторое имущество в доме, закопченные стены. Стоит ли риск испорченного имущества и даже жизни? Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Бобруйске под колесами поезда погиб подросток. Молодой человек пересекал переезд в наушниках и капюшоне и не заметил состав. Это уже второй подобный случай за последнее время. К счастью, предыдущий не стал фатальным. Обо всем по порядку. Карина Гуревич. Бобруйск в прошлую пятницу содрогнула трагическая новость. Под колесами поезда погиб подросток. 17-летний парень переходил пути по пешеходному переходу в районе остановки Киселевича. Предварительно школьник был в капюшоне и наушниках и не заметил состав. Специалисты опросили очевидцев и назначили экспертизу. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи обращаются к очевидцам произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону, который вы видите на экране. Буквально за неделю до происшествия на этом же участке под поезд Гомель-Минск попал велосипедист. 18-летний парень также был в наушниках. Он не посмотрел на мигающий светофор и пронесся через переезд. Молодого человека забрала скорая. К счастью, случай не стал фатальным. Тормозной путь Штадлера больше километра. Поэтому предотвратить наезд на пешехода, который внезапно появился перед составом, практически невозможно. Это происшествие в городе первое с начала года. Но несчастные случаи на железной дороге происходят куда чаще, чем может показаться. Главные причины несчастных случаев на железной дороге – игнорирование правил безопасности, спешка и банальная невнимательность. Только за три месяца этого года под колесами поездов оказалось больше десяти человек. В самом разгаре и дачный сезон сотни людей ежедневно оказываются вблизи ЖД переездов. Не стоит забывать и школьников, которые только что вышли на летние каникулы. Родителям нужно помнить – образцом для подражания становятся они сами. Правильный пример и есть основа безопасности. Карина Гуревич, Максим Галенка, Сирена. Следственный комитет завершил расследование убийства трехлетней девочки в Бобруйске. 6 октября 2021 года 27-летняя местная жительница оставила свою малолетнюю дочь под присмотром 30-летнего сожителя. Пьяный мужчина в течение дня избивал ребенка, хватал за волосы, ударяя ее головой о плитку в ванной. Когда мама пришла с работы, малышка уже спала. Под утро она начала задыхаться. Женщина позвонила в 103. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в машине скорой прямо возле подъезда. Правоохранителями установлено, с июня обвиняемый в пьяном угаре периодически избивал дочку сожительницы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, малолетняя скончалась от черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. На теле девочки обнаружено не менее 29 телесных повреждений. Мужчина в ходе допросов менял показания, пытаясь убедить, что девочка умерла, случайно ударившись головой о стену. Задержанному предъявлено обвинения по трем статьям. От профилактической беседы до защитного предписания в Бобруске прошла акция «Насилию в семье Стоп». Каждый месяц в городе фиксируется около 200 бытовых конфликтов. Это только те, кто прибегают к помощи милиции. Причины разные – от алкоголя до социального образа жизни. От тех, кто переходит все границы. Ольга Васенда. В этот дом на шестом участковый заходит чуть ли не каждый день. Под особым контролем антисоциальная семья. Иначе не назовешь. Хозяин-пенсионер живет с двумя взрослыми детьми. Из-за инвалидности те нигде не работают. Дочь признается, на этой почве ругань отца и сына уже стала привычным делом. Причина разлада – алкоголь. Каждый месяц в Бобруйске фиксируется около 200 бытовых конфликтов. Одна из самых частых причин, которая приводит к семейному насилию – злоупотребление спиртными напитками. Отсюда жалобы соседей и вызов милиции. Хорошо, если обходится без трагедий. В первую очередь, если мы видим, что человек обратился к нам и с жалобой или сообщением о том, что по отношению к нему или к ней совершаются противоправные действия, то, естественно, инициатор этого конфликта, если он находится в состоянии алкогольной отмене, да и даже находится в трезвом, мы, естественно, изолируем. Мир и воздействие от административного ареста до штрафа. Плюс повестка в наркологический диспансер. Там уже на учете состоят почти три тысячи хронических алкоголиков. Как отмечают специалисты, еще один эффективный способ – защитное предписание. Документ обязывает агрессора покинуть жилье на срок от трех до тридцати суток. Также действует запрет на общение с жертвой вне дома, звонки по телефону, попытки связаться через интернет. Нельзя распоряжаться и совместной собственностью. Каждое четвертое убийство в Беларуси совершает именно близкий человек. Ежегодно тех, кто неверно интерпретирует фразу «пока смерть не разлучит», становится больше. Жертвами домашних агрессоров в 2022-м стали 23 человека. Статистика растет в геометрической прогрессии. За весь прошлый год на этой почве погибло 22 человека. К проблеме подключаются территориальные центры с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24 на 7 работают и службы психологической поддержки. Помогают как жертвам, так и агрессорам. Аферисты с выездом на дом почти 2000 рублей вынесла Бобруйчанка у доверчивого пенсионера. В милицию обратился 79-летний житель деревни Уголье Могилевского района, у которого пропала крупная сумма денег. Правоохранители выяснили, накануне к нему приезжала 49-летняя знакомая, жительница Бобруйска. Она часто бывала в деревне, продавая жителям различные товары. Познакомившись с пенсионером, она вошла к нему в доверие и знала, какого числа он получает пенсию. Женщина заранее наняла машину и приехала в нужный день. Воспользовавшись моментом, когда пожилой мужчина отвлекся, Бобруйчанка вытащила из его сумки сбережение и была такова. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный потерпевшему мужчине, возмещен в полном объеме. Правоохранители напоминают гражданам, не приглашайте в дом малознакомых людей, в чьей порядочности вы не уверены. Не оставляйте на местах ключи, денежные средства и документы. Приглашая гостей, старайтесь, чтобы ценное имущество не находилось на виду у посторонних лиц. До последней копейки белорусы отдали мошенникам больше миллиона долларов. С середины марта как минимум три потерпевших каждый день. Чаще всего на уловки попадаются люди пожилого возраста. Злоумышленники представляются близким человеком, имитируют плач и растерянность. Другой вариант – звонят от имени правоохранителей, сообщают, что кто-то из родственников попал в аварию. Помочь в опросе предлагают за деньги. Бабруйские жертвами стали уже пять человек, у них выманили от двух до восьми тысяч долларов. Хотел бы посоветовать довести данную информацию до всех своих пожилых и престарелых родственников, а при осуществлении аналогичных звонков немедленно положить трубку, сообщить о звонке любому родственнику или соседям и в случае невозможности дозвониться до них сообщить о звонке в милицию по телефону 102. Чаще всего звонят из-за рубежа. Установить преступников проблематично, хотя правоохранители и взаимодействуют с зарубежными коллегами, а курьеры – уже белорусы, которые находят такую подработку в телеграм-каналах. Последним грозит до семи лет лишения свободы. Счет уголовных дел уже идет на сотни. От искры до пепелища накануне на Кутузово горел дом. Сообщение спасателям поступило около полудня. К моменту прибытия МЧС выходил дым из-под кровли здания. Хозяев на месте не было, в результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Специалисты одной из версий рассматривают нарушение правил эксплуатации электросети и оборудования. Используйте неисправный либо поврежденный элемент электропроводки, не перегружайте сеть, не пользуйтесь кустовыми обогревателями, удлинителями. И помните, что уходя из дома, важно выключить все электроприборы из сети. Среди самых частых причин пожаров неосторожное обращение с огнем, непотушенная сигарета, пол травы. В 90% случаев ЧП можно предсказать и даже предотвратить. С начала года в Бавруйске и районе произошло порядка 80 возгораний. Пламя унесло 17 жизней. В масштабах всей страны больше 300 человек. Среди них трое детей. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Реанс. Увидимся через неделю.